Рада приветствовать вас, друзья, на моем канале. Сегодня вот такой формат видео. Хочу поделиться с вами интересной идеей, где можно взять материалы для творчества. Возможно, для кого-то это будет не секрет и не удивление, но для многих на самом деле будет удивление. Все мы знаем, что в магазинах, в строительных магазинах, в магазинных обоях, в ковровах и так далее всегда есть образцы. Образцы линолеума, образцы ткани для мебели, ну, всевозможные, да, образцы. И мне посчастливилось получить четыре огромных альбома премиум обоев из Бельгии, рулон которых стоит около четырех тысяч рублей. Мне дали образцы этих обоев, вот в таких вот они тяжеленных альбомах. Каждый альбом весит от четырех до пяти килограмм. И хочу посмотреть, хочу показать вам, какие здесь шикарные, интересные обои. Для чего мне это нужно? Я пока еще, если честно, не придумала, но мне есть кому подарить уже один альбом. Это для девушки, которая занимается миниатюрами для мастера. Из моего города она. Вот. Ну, а для себя я хочу обклеить мебель кое-какую. Стоит мне, в принципе, не принципиально, чтобы она была новая, главное, функциональная. Вот. А во-вторых, есть одна задумка дизайнерская. В общем, в наклейке вот в таких вот квадратиков. Хочу оформить одну нишу в комнате, в спальне. Эти вот я уже листочки вырезала. Такие вот шикарные обои с очень классной текстурой. Суть их, они словно ткань. Очень красивые. Включила свет по максимуму. Итак, давайте начнем вот с этого альбома. Я сильно много говорить не буду. Просто хочу поделиться, показать. Может быть, даже и все альбомы показывать не буду. Сейчас уберу. Ну, парочку альбомов точно вам покажу, потому что это очень-очень шикарные и красивые образцы. Прямо премиум, я бы сказала, качество. Здесь вот такие плотные, хорошие листы. Прямо такие глянцевые, лощеные. Есть такие фотографии, да, наверное, это вот эти вот, что их можно просто вырезать и оформить, как сильно бликует, как картины. Я потому что прямо прямо под лампой стою, сильный блик. Так, давайте попробуем сделать пониже свет. Так темно, к сожалению, да? если сделать так. Ну, давайте, поехали. Я не знаю точно, будет ли вам видно саму текстуру, но я буду очень стараться, чтобы это было видно. Здесь расписана, возможно, какая-то информация. Я думаю, что на остатках можно найти вот эти обои. В общем, если будут вопросы, пишите. Если кому-то что-то понравится, я, может быть, подскажу, но не обещаю. В общем, суть, значит, здесь вот такие кусочки, квадратики, кусочки обоев, да, образцы, и к ним идут вот такие вот маленькие кусочки. Они как бы дополняют, видимо. Можно выбрать это и вот это, да, к ним. к сожалению, телефон не передаст всю красоту этих обоев, но, честно скажу вам, они великолепные. Очень красивые. Это такой пудровый цвет. Важаю, что на камере может быть просто очень за свет идет, я даже не знаю. Ну, так почти в темноте. Холодно может светить снимать. Ну, давайте при холодном попробуем. Посмотрим, как будет. Отклеивать можно различные коробочки, декорировать. Да, вообще, хоть что. Допустим, вот, говорю, старую мебель можно отклеить. Да, этот цвет хорошо передает вот этот вот. Наставим этот цвет. Ну, очень, очень шикарный, очень красивый, условно, вот, знаете, как будто это ткань. тканевый. Рядышком предоставлен дизайн, допустим, комнаты, как можно оформить. Золотой цвет. Бои на свету играют различными красками. В общем, шик и блеск, как говорится, за ваши деньги. Это реально не передать словами. можно какие-то элементы вырезать интересные. Допустим, здесь вот типа таких вот. Смекалка в принципе, если работает у человека, он всегда найдет выход, где взять ему материалы. Честно, я скажу, я не располагала, что можно вообще получить такие шикарные альбомы, потому что подумала, зачем они мне пригодятся, потом подумала, ну, почему бы нет, может быть, где-то они мне сгодятся. И взяла. Лежало это добро с начала этого года. лежит. Роскошиство. также можно попросить образцы линолеумов, да, в магазине линолеума, где продают, паркет тот же, в принципе, любые вообще. Даже можно попросить подложки, вы знаете, даже в грузхаусе иногда приходит бумага, и на ней есть подложка. Картон переплетный или как он там называется, тоже можно попросить, потому что они это все выкидывают, потому что каждый месяц приходит новая. Посмотрите, какие шикарные были. Это не передать словами, как вижу, это я глазами. шикарные, просто шикарные. У них очень реалистичная текстура, словно ткани. Вот сегодня зашла, сегодня мы зашли, сегодня сложим в этот магазин, это в Нижнем Тагиле, магазин Султан. И вот выбрала обои в спальню, оформить одну стену красиво, обои 4000 10 метров. И те, которые были наклеены в виде образца, которые мне понравились, сказали, что вот их в наличии уже нет. Но я уверена, что скорее всего эти альбомы где-то есть. Поэтому если вы рукодельничаете и вам действительно что-то, ну вот расходник какой-то нужен, бумага, я не знаю, пленка, может еще это какой-то упаковочный материал. Это всегда можно где-то найти, не обязательно это покупать. В общем, вот почему я это прямо сверх мега плотный ужас. такой шикарный альбом производства производства бельгия. Вот название, кому интересно, можете загуглить, посмотреть. Может это не бельгия, другие бельгии, не помню. Вот, и сейчас хочу показать цветочные мотивы, в которые я просто влюбилась, просто влюбилась. Вот, вот этот. здесь указано такое, видите, оформление. Шик, блеск. И вот на этих страничках двух показано, какие здесь есть образцы. Мне очень нравится мелкий цветочек, либо вот так я хочу оформить в спальне в рамочке типа. Ну, вот пошли сами мотивы. У меня в квартире, которую мы взяли, то есть у нас в квартире есть интересные такие ниши, которые я бы хотела оформить именно в цветочном стиле. Их много, этих ниш, они над дверями находятся. И хочу делать такой акцент. Люблю что-нибудь экспериментировать. Очень классно, что показано сразу в дизайне, как оно выглядит. Или палец на подход. Просто шикарно. Некоторые вот просто можно повесить в рамку. Я бы некоторые вот эти рисунки, ну, в смысле, фотографии нет. Нельзя, как это называть, образцы. Я бы повесила просто в рамку, в рамку как картины. Вот они реально выглядят как картины. И тут к ним подбор. Ну, такой мне нравится рисунок. Не надоеду спокойно. Возможно, кто-то возьмет в общем за идею. Я вот вам ее подкинула. Я как генератор идей постоянно что-то придумываю, сочиняю от того, что есть, как говорится. Интересно, сразу гамма такая? вставлю, если не забуду, какой интересный дизайн я нашла с такими мотивами и как можно оформить стену. Я думала, что это я придумала. Оказывается, все, что бы уже не придумали, уже давно все придумано до нас. Вот сейчас тут пошли прямо зарисовки. Прямо чья-то фотография, рисунок в смысле. Кто-то реально рисовал. Ну, или программа так делает, чтобы было как зарисовка. я даже не могу сказать, это обои, на какой основе они идут. Наверное, флизелиновые, потому что они очень плотные и очень классные. Словно в ткани. В общем, вот в эту последнюю картину, можно сказать, влюбилась. И вот из этого я точно сделаю прямо картину. Несколько картин цветочных будет. Потому что у нее реально вот эти мазки от писти. А вот тут еще, видимо, старые цены или это без наценки. Ну, не знаю. вот. Можно, конечно, поснимать и другие два альбома. Давайте быстренько пробегусь, просто покажу вам, что тут. Вот, Tempus называется. Вот из этого я вырезала некоторые уже. Можно просто могу показать, какие здесь есть рисунки. то есть вот все, видите вот на этой стороне и вот на этой стороне. Тут в виде города подборки к ним. Потом вот такие вот узоры. Такие все вариации подборки к ним. Ну, давайте откроем в нескольких местах вот такого формата. Такого. это, для гостиной я бы сказала больше. Для прихожей может быть. Вот эти понравились мне. То есть они как на свету блестят. Видно это нет. А когда свет не падает, они вообще по-другому смотрятся. То есть вот эти переливы они как бы не видны. Они только когда попадает свет. А так они невзрачные что ли, не знаю. Вот это очень понравились. Красивые. империал. давайте покажу вот этот тогда быстренько тоже империал. тут тоже наверное есть цветочные мотивы. Ну да есть и вензеля всякие разные. Тут уторжание коней по пятницам прямо раздражает. Итак поехали. Из этого альбома я наверно вырезала вот эти вот цветочки. Они как бы с этими блестками с напылением. Такая вот у них текстура интересная. Это вот из этого альбома. накидывайте ваши идеи чтобы вы сделали если бы у вас было такое добро или что можно изготовить что заклеить но у меня идея оформить стену я буду оформлять стену вот такие вензелечки красивые здесь и серебро и золото вместе это подборка к ней так что тут мы вот так подбегусь что-то интересного вижу покажу вам такие красненькие золотом красным золотом кстати хорошо так смотрится вот эти шикарные замок тут больше вот эти вот вензелочки а цветочки я отсюда уже вырезала то что было с цветочками вот 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 этот не вырезала надо вырезать давайте вместе вырежем я просто отрезаю по краю и все готова и готова не знаю конечно насколько это интересно смотреть мне очень интересно разглядывать всякие различные рисунки я понимаю конечно что моя камера не идеально и она не передает всей красоты но сам факт что это отдали бесплатно что давно в наше еще время что-то дают бесплатно это как бы но дорогого стоит и я думаю что если ваше творчество состоит из вот что-то можно делать до образцов не не что-то небольшое то вот как идея можно это спросить в магазине то есть но не стесняться просто спросите если у вас образцы которые уже не нужны вам либо уже не поставляются такие может быть материалы образцы валяются без дела я думаю что вам отдадут в общем вот магазин султан них есть видимо магазин онлайн ладно буду с вами прощаться всем пока пока и до новых встреч субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok